Поезд с сообщением Брест-Тересполь пересекает белорусско-польскую границу несколько раз в сутки. Кроме туристов и работающих в Польше белорусов, ежедневно до 300 человек выходцев с Кавказа, которые надеются получить убежище в стране соседки, преодолевают Брестский кордон. Это у нас так называемый выходцы северокавказского региона. Это люди преимущественно Российской Федерации, уроженцы Чечни и граждане Грузии. Выезжает в Польшу, а далее в страны Евросоюза с целью получения статуса беженцев. Получить статус беженца и убежище в Польше с первого раза удается немногим. Польская сторона не имеет возможности принять сразу всех желающих. Поэтому многие жители Кавказского региона на протяжении долгого времени живут в гостиницах Бреста и практически не покидают территорию вокзала в надежде, что их все-таки пропустят польские пограничники и они попадут в лагеря беженцев Евросоюза. Так как, по их словам, вернуться на родину они не могут. Слишком опасно для жизни это может быть. Мы просим АЗУ, просим убежище в Польше, потому что не можем возвращаться в Грузию. Мы все из Грузии здесь стоим. Почему-то нас не пропускают, не знаем на каком основании. Почему? Вот сегодня четвертый день, мы с утра с шести до часу, по-моему, там сидим. Есть люди, у которых уже восьмая попытка. В нашей гостинице 22 попытки у некоторых. Не знаем на каком основании нас не пропускают. Есть люди, у которых ситуация вообще безвыходная. Вот, например, я с сыном приехала, ему 23 года. Его там постоянно дергают. Уже второй год у меня муж пропал. Соседские ребят забрали, там вроде бы они ваххабисты были, а нам уже покоя не дают, жить не дают. Его избивают, постоянно забирают. Я вот, я просто хочу из-за сына уехать. У нас квартира была, у нас этот квартир отобрали, государство в суде, нас отсюда выселили, нам теперь некуда идти. У нас так только одна надежда, это Польша поехать и все. Запаса терпения, чтобы ждать официального въезда на польскую территорию иногда не хватает, и беженцы предпринимают попытки незаконного пересечения государственной границы. Такие своевольные рейды пресекаются белорусскими пограничниками, и тогда несостоявшимся эмигрантам грозит административное наказание и депортация на родину. Чтобы напомнить об ответственности и по возможности предупредить правонарушения, пограничники проводят профилактические беседы с беженцами, но, к сожалению, не всегда бывают услышаны. За минувшие выходные на участке Брестской пограничной группы задержаны пять нарушителей государственной границы. Это три гражданина Российской Федерации, один гражданин Казахстана и гражданин Республики Польша. Ночью на участке пограничной заставы Знаменка мы задержали еще троих нарушителей государственной границы. Это граждане Кавказского региона. Подобные попытки пересечения государственной границы не редкостью у каждого из решившихся на подобные свои причины, но заканчиваются такие путешествия, как правило, в изоляторе временного содержания. Поэтому потенциальным нарушителям стоит задуматься, нужно ли так рисковать и пытаться обойти закон.